Моя Америка Добрый день, Толя Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа Сегодня мы поговорим об интересной истории Очень интересной О забытой истории Вот я разговариваю с вами А передо мной лежит фотография бейсболистов двух команд Если судить по буквам на майках Это российские команды Это действительно команды российские Одна Горьковского автомобильного завода Вторая Московского клуба иностранных рабочих Но все 20 игроков Американцы И судя по фотографии Я держу ее перед глазами У них очень хорошее настроение Некоторые парни даже улыбаются Почему бы им не улыбаться? Они только-только сыграли матч Далеко-далеко от дома в Москве В парке имени Горького И им аплодировали сотни коренных москвичей Фотографы сделаны в июне 1934 года И когда эти радостные, здоровые парни Позировали перед фотокамерой Никто из них не догадывался, что их ждет впереди Из 20 выжили только двое 18 были либо расстреляны Либо сгинули в сталинских концлагерях На лесоповалах, в шахтах На золотых присках И вот с рассказа об этой фотографии Английский журналист Тим Цулядис Начинает книгу Название которой Покинутый Американская трагедия в сталинской России По-английски The Forsaking American Tragedy in Stalin's Russia Этой книге больше 10 лет Но я взялся читать ее совсем недавно И вот почему Я уже давно поставил точку На лагерной литературе Я не сомневался, что ничего нового Нельзя узнать после Солженицына После колымских рассказов Варлама Шаламова После крутого маршрута Евгения Гинзбург Ну и еще двух-трех книг Бывших заключенных советских концлагерей Но недавно я перебирал Свою библиотеку домашню Перебирая наткнулся на книгу Возвращение из мира холода По-английски Coming out of the ice Автор книги американец Виктор Герман Если мы вспомним Незабвенного Галича Этот американец Протрубил по тем лагерям И с Виктором Германом Мне посчастливилось встретиться Вскоре после того, как я приехал в Америку И вот перечитывая мемуары Германа Я вспомнил, что когда-то читал Рецензии на книгу Об американцах Со сходными судьбами Я не помнил ни названия Книги, ни имени, ни автора Но всезнающий Гугл Быстро навел меня на книгу Цулядиса И я получил ее Тоже довольно быстро Спасибо компании Амазон И получив Прочитал на одном дыхании Тема бейсбола Тема бейсбола Лишь одна из многих В доскональном исследовании Родившегося в Греции Английского журналиста И это, конечно, не главная тема, дамы и господа Но меня, спортивного журналиста Тема бейсбола Не могла не заинтересовать Поверьте мне на слово, дамы и господа Поверьте на слово Я был автором газеты «Советский спорт» Автором журнал в спортивной игры В журнале спортивной игры Тысячный журнал Этот журнал часто печатал по две мои статьи В номере, иногда по три «Спортивная жизнь России» я сотрудничал И в этом журнале В журнале «Физкультура и спорт» И я достаточно хорошо знал историю российского и советского спорта Это во-первых Во-вторых, я встречался с людьми, которые знали историю блестяще Блестяще Но я никогда, никогда не слышал о бейсбольных соревнованиях в Москве, в Ленинграде, в Горьком, в Петрозаводске Хотя и Цулядис иллюстрирует это на фактическом материале Игры бейсболисты посвящались в московских газетах И высшее советское спортивное начальство настаивало на развитии пропаганди бейсбола Я жил в Ленинграде И я постоянно встречался с Александром Иосифовичем Иссуриным Этот человек был ходячей спортивной энциклопедией Он знал историю городского спорта с добольшевистских времен Виделись мы часто И Александр Иосифович Иссурин знал, что меня интересует американский спорт О бейсболе в Ленинграде он никогда не рассказывал Может быть не знал? Я полагаю, что знал Я считаю, что советская история бейсбола умышленно замалчивалась Ну, во-первых, все бейсболисты были американцами Во-вторых, все, не подчеркиваю, все Все были репрессированы, исчезли, не оставили следов И в сегодняшней России, я полагаю, трудно найти кого-либо Если такие, конечно, существуют Такого, кто возьмется воскресить бейсбольное прошлое Вот снова обращаюсь к фотографии, которая лежит передо мной Кто были эти молодые жизнерадостные парни? Как они оказались в тысячах километрах и милях от родного города? Это были американцы, приехавшие в Советский Союз строить социализм Сколько приехало? Точной цифры нет Полагают, больше ста тысяч Вот что писала газета New York Times из Москвы 4 февраля 1931 года Я цитирую New York Times 4 февраля 1931 года Сообщение из Москвы Крупнейшая волна иммиграции в современной истории Советский Союз в ближайшие несколько лет станет свидетелем иммиграционного потока Сравнимого с наплывами мигрантов в Соединенные Штаты в десятилетия перед Первой мировой войной Наступит день, когда иностранные рабочие напишут домой Здесь все хорошо, почему бы и вам не приехать? Работы навалом для каждого, еды вдоволь Россия не так плоха, как место, в котором вы живете Нет увольнения или временной работы Вы получите все, что хотите Среди мигрантов определенную долю составляли, конечно, коммунисты и профсоюзные активисты В этой группе было немало тех, кто перебрался в Америку из до большевистской России И они говорили по-русски Но в большинстве своем, в большинстве Поехавшие в Советский Союз люди Были оставшимися без работы в первые годы Великой депрессии Это не были идеологизированные американцы Несколько примеров Ряд семей продали все, что у них было И купили сельскохозяйственный инвентарь Чтобы организовать колхоз, коллективное хозяйство Неподалеку от Москвы Еще пример 16 жителей Сан-Франциско купили трактора для портлендской общины Община была организована жителями Портленда неподалеку от Киева Еще пример В городе Вичито, это штат Канзас Родилось общество по эмиграции в Советский Союз The Soviet Emigration Society Это общество объединяло 342 человека Несколько сотен рабочих фордовских заводов Приехали в 1931 году из Детройта в Нижний Новгород Строить автомобильный завод Они поселились в местечке, которое назвали Нижний Нью-Йорк Когда Нижний Новгород стал городом горький Они изменили название на Russian Fordville Американцы разместились в трехэтажных многоквартирных домах На каждом этаже была общая коммунальная кухня Большинство рабочих приехали с семьями Но дети играли в знакомые мигры и в частности играли в бейсбол Игры бейсболистов проходили всюду, где жили эмигранты из Соединенных Штатов Лучшие игроки объединялись в городские команды В октябре 1931 года в Москве открылась ежедневная газета The Moscow Daily News Эта газета информировала считателей о бейсболе В Москве соревновались несколько бейсбольных команд Сильнейшими были Клуб иностранных рабочих И команда ЗИС Автомобильный завод имени Сталина Матчи бейсболистов собирали сотни зрителей Летом 1932 года Высший совет по физической культуре В 1936 году он был преобразован во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта Так вот, летом 1932 года этот высший физкультурный орган в СССР Распорядился вести бейсбол в программу соревнований, как цитирую Национальный спорт Вскоре бейсболисты клуба иностранных рабочих, американцы Начали тренировать юных москвичей на стадионе имени Томского Был в Москве такой стадион Он стал стадионом юных пионеров После того, как Михаила Томского признали врагом народа Американский бейсбол Американский бейсбол Он мало-помалу вписывался в спортивную жизнь советской столицы Заводская газета автозавода имени Сталина призывала рабочих, я цитирую Играть в новую игру бейсбол Бейсбольный матч в парке имени Горького Между бейсболистами Горьковского автозавода И московского клуба иностранных рабочих В июне 1934 года Был первым, в котором встречались команды из разных городов Капитан-хозяев, капитан команды Московского клуба иностранных рабочих Арнольд Придин и его брат Олтер Вели москвичей к победе со счетом 16-5 Тем же летом Москвичи приехали в Петрозаводск На встречу с командой Карельские американцы Этот матч собрал 2000 зрителей Всесоюзное радио вело репортаж Героем поединка стал капитан Петрозаводской команды Альберт Лоун Это был бейсбольный фанатик из Детройта Он захватил в эмиграцию В Советский Союз сувенир Мяч с автографом Бэй Барута Карельские американцы победили Московских 13-7 12-2 4 июля 1915 В День независимости Соединенных Штатов В Москве был сыгран Бейсбольный матч Которому уделили внимание Корреспонденты всех западных газет Интерес журналистов Объясним и понятен На поле была команда Американских репортеров Ей противостояла команда Сотрудников посольства США Во главе с послом Уильямом Бультом Соперники подготовились к встрече Прекрасно Они заказали экипировку Знаменитой Американской компании Сполдинг И они предстали перед зрителями Во всей красе Будто бы Нью-Йорк Янкис И Бостон Ред Сакс Дипломаты победили Репортеров 21-3 Посол Соединенных Штатов Уильям Булит Отметился Хоумраном И заслужил Письменную похвалу Президента Франклина Дилана Рузвельта В апреле 1935 года Клуб Иностранных Рабочих Объединял уже Две команды Одна команда Называлась Молот Испорт Вторая Красная Звезда И к этому Времени У клуба Иностранных Рабочих Появился Почетный Капитан Им стал Актер И певец Поль Робсон Поль Робсон Был звездой Американского Футбола В годы учебы В Радгерском Университете В Нью-Джерси Он с удовольствием Принял предложение Стать почетным Капитаном В бейсбольном Клубе Иностранных Рабочих В Москве Робсон Приезжал в Москву Чтобы обсудить С кинорежиссером Эйнштейном Роль в будущем Фильме Он наступал С концертами На заводах Его на ура Встречали рабочие Мигранты Соединенных Штатов Вот что говорил Поль Робсон Только в Советском Союзе Я почувствовал Себя полноценным Человеком Никаких Предубеждений К цветным Как в Миссисипи И в городе Вашингтоне Роль фильма Эйнштейна Робсон Не получил Но зато устроил Сына в школу Где училась Дочь Сталина И сын Молотова В 1935 году Бейсбол был На подъеме Но вот Наступил 1936 И интерес к игре И интерес к игре Стал падать Газета The Moscow Daily News Писала Где старые Бейсбольные Энтузиасты Почему их не видно На тренировках В этом сезоне В Москве Ничего не слышно Из таких городов Как Петрозаводск Горький И Ленинград В 1936 году Первая в Москве Игра Бейсболистов Состоялась Только в июле На стадионе Локомотив Бейсболисты Команды Красная Звезда Победили Команду Молотый серб Со счетом 4-3 Это было В июле 36-го В следующем Месяце В августе Начался Показательный Процесс По делу Троцкистка Зиновьевского Террористического Центра Прокурор Андрей Вышинский Обвинил Подсудимых В шпионаже И заявил Эти Бешеные Собаки Должны Быть Расстреляны Играть В американскую Игру Стало Небезопасно И вот Что пишет Тим Цулядис В своей книге Цитирую Вскоре Все следы Существования Бейсбола Были Удалены Из жизни Советской России Осталось Только Несколько Черно-белых Фотографий Похороненных В пыльных Архивах Библиотеки Конгресса И вот Передо мной Дамы и господа Одна из этих Фотографий Я обнаружил Ее На гугле Это было Нетрудно К сожалению Отсутствуют Подписи Нет имен Игроков Ни имен Ни фамилии Но нам известно Спасибо Цулядису Что только Двое Выжили И эти двое Не только выжили Они вернулись В Америку И опубликовали Мемуары Эти двое Виктор Герман И Томас Сковия Еврей Самуил Герман Отец Виктора Уехал из Российской империи С Украиной В Америку В 1909 году Через 22 года Он Профсоюзный Активист На заводах Форда В Бетройте Отправился Строить Автомобильный Завод В Нижнем Новгороде И он захватил С собой жену И двух сыновей Виктору Младшему Было 16 лет Дочка К счастью Осталась В Соединенных Штатах Отец Томаса С Гови Джозеф Уехал в Америку Из Италии И обосновался В Баффало В 20-е годы Он стал коммунистом В начале 30-х Отправился С семьей В СССР Строить Социализм Увлекавшемуся Рисованием Сыну Томасу Было 19 лет Томас Мечтал Учиться Мастерству Рисовальщика В Московской Художественной Школе Томаса С Гови И Виктора Германа Арестовали В 1938 Году Почти Одновременно Томаса 12 марта В Москве Виктора 20 марта В Горьком Того и другого Обвинили В шпионаже Томаса Приговорили К пятилетнему Заключению Отправили На Колыму Виктора Приговорили К десяти годам И отправили В Красноярский Край Томаса Не освободили Через пять лет Шла война И решили Попридержать Еще Срок наказания Был продлен Еще на четыре Года В пятидесятые Годы Того и другого Вновь Арестовали Томаса Реабилитировали В 1953 Году Виктора Реабилитировали В декабре 1955 Года Томас Годные повествования Вопрос Дамы и господа Как сумели Выжить Эти двое Ну Во-первых Они были Отправлены В концлагеря Не были Расстреляны Как большинство Тех Кого я вижу На фотографии Во-вторых Им Давайте Называть вещи Своими именами Им Повезло На Колыме Куда отправили Томаса с Гоби Выжили Единицы Если бы ему Довелось Добывать золото Или работать В урановой шахте Он разделил бы Судьбу Сотен тысяч Помогло рисование Иногда Начальство Приказывало Оформить Доску Почета Случалось Начальники Заказывали Портрет Выручали Ее уголовники Ибо Политзек С Кови Мог Оформить Татуировку К тому же Томас был Хорошим Рассказчиком Он рассказывал Уголовникам Об американских Гангстерах О приключениях Тарзана И уголовники Подкармливали Мастера Рассказов Ну и Время от времени Требовался Начальству Перевозчик С английского Это когда В концлагерь Попадал товар Отправленный По Ленд-Лизу Америкой Красной Армией Томас Трижды Был на пороге Смерти Доходягой Каждый раз Оставался Жить Повезло У Виктора Германа Другая История Везения Его страстью Был спорт Не только Бейсбол Но и бокс И легкая Атлетика А так же А так же Авиационный Спорт И парашют В 1934 году Он установил Мировой рекорд По затяжным Прыжкам С парашютом Газета Detroit Evenings Times Газета Которая выходила В городе Где Герман Родился Сообщила О его рекорде В статье Под таким Заголовком Detroit Boy Wins Fame As Lindy Of Russia Однако Мировой рекорд Русского Линдберга Зафиксирован Не был Для оформления Рекорда Требовалось Указать Гражданство Рекордсмена Виктор Отказался Менять USA На Иососа Цулядис Автор книги Считает Что тем самым Он Решил Свою судьбу Я позволю себе Не согласился С автором Книги И вот почему Томас Гови Отказался Как и многие Другие Американцы От американского Гражданства Но тем не менее Был обвинен В шпионаже Как и многие Другие Спортивная Закалка Помогла Герману Выжить Еще в тюрьме Вскоре После ареста Он дал понять Уголовникам С ним Шутки Плохи Кулаки Выручали его И в концлагере Время От времени Начальство Освобождало Германа От общих Работ Лесоповало И определяло На работу В контору Где требовалось Умение читать Умение писать И умение считать Вопрос Вопрос Нам и господа Вопрос Знали ли Американские Дипломаты О страшной Судьбе Иммигрантов И если Знали То предпринимали Лишь что-либо Чтобы помочь Своим Соотечественникам У читателей Книги Цулядиса Есть ответ На этот вопрос Ответ В заголовке Книги Зе форсейкинг Покинутый Но Покинут Брошен На произвол Судьбы Правительством США Был не только Кто-то один Сотни Тысячи Соединенные Штаты И Советский Союз Установили Дипломатические Отношения 16 ноября 1933 года Ульям Буллет Прибыл в Москву 13 декабря Через месяц Через 4 месяца Посол Уже знал Не мог не знать Об исчезновении Гражданина Соединенных Штатов Генри Майвина 4 апреля 1934 года Майвин Был в посольстве Соединенных Штатов В Москве Чтобы зарегистрировать Американский паспорт А затем Майвин Исчез В послании Посольства Вашингтон Говорилось Я цитирую Люди Живущие В доме Где была Квартира Мистера Майвина Ответили на наш Запрос Что ОГПУ Арестовала Мистера Майвина 16 февраля 1935 года Поверенный в делах Джон Купер Уайли Докладывал Вашингтон Я цитирую Американского Дипломата Если Если американский Гражданин Исчезает В Советском Союзе Не оставляя Следов Возможность Посольства Предоставить Защиту Таким Гражданам Становится Почти Невозможной Посольство Соединенных Штатов Ничего Не предпринимало Для защиты Американских Граждан Не желало Предпринимать Этих людей Никто Не гнал Советский Союз А не покинули Америку По собственному Желаю Дескать Пусть и Расхлебывают Кашу Которую Сами Заварили Да и Президенты Соединенных Штатов Начиная С Рузвельта Избегали Конфликтных Ситуаций Из-за Оказавшихся В Советском Союзе Американских Граждан Даже Тех Кто попал В СССР Не по Собственному Желанию Ну как Например Американцы Будто Бы Освобожденные Красной Армией Из немецких Концлагерей И тут же Отправленные Освободителями В советские Концлагеря Как Например Американские Летчики Участники Корейской Войны Попавшие В плен И оказавшиеся В Советском Союзе Но это Уже Другая История Дамы Господа Этой Историей Так же Нашлось Место В книге Покинутой 15 Января 1935 Года Издаваемая В Нью-Йорке Коммунистами Газета The Daily Walker Напечатала Интервью С вернувшимся Из Москвы Полем Робсона Вот как Пол Робсон Ответил На вопрос О появившихся В советской Прессе Сообщениях О контрреволюционерах Террористах Цитирую Будущего Лауреата Сталинской Премии Мира Наблюдая Работу Советского Правительства Я могу Только сказать Что Каждого Кто поднял Руку На это Правительство Следует Расстрелять Обязанность Этого Правительства Подавить Любую Оппозицию Представители Каждой Расы Поддерживают Правительство Говорил Робсон В тридцать пятом Году Через десять лет Он стал лауреатом Сталинской Премии мира Джозеф Дэвис Который Сменил 16 ноября 36 Года Уильяма Буллета Следил За показательными Процессами В Москве Не по газетам Ему Предоставили Почетное Место В зале Суда Дэвис Выполнял Просьбу Своего Друга Франкона Дилана Рузвельта Быть Глазами И ушами Происходящих Событий Посол Соединенных Штатов Дэвис Называл Себя Цитирую Беспристрастным Наблюдателем И он Докладывал Другу Президенту Что не сомневается В вине Подсудимых Джозеф Дэвис Не имел Разумеется Понятия О Викторе Германии И Томасе Сгове Но если бы Ему Донесли О вынесенных Им Приговорах Он Я предполагаю Посчитал бы Что и Герман Из Гобия Заслужили Наказание Ну как Конечно Все кто Сохранился В памяти Благодаря Архивной Черно-белой Фотографии Которая Лежит Сейчас Передо мной На этом Дамы и господа Я ставлю точку В монологии Оставайтесь На волне Нашего ради А я вернусь К вам Через Несколько Минут Уважаемые Дамы и господа Мы возвращаемся В программу Алексея Орлова Моя Америка Номер телефона Студии 847 400 5200 У нас уже Есть первый звонок Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Добрый день Я почишу По теме То что Наша Комсомолка Александр Аказик Стремится Посвоить У нас Социализм И призывает К этому Нечто подобное Произошло И сто лет Там Тогда Тоже Такая же Активистка Эмма Голдман Тоже призвала К социализму И тоже Уставила Громы И так далее И тому подобное И Тогда У нашего Руководства Синемошла Хотела Морког Отправить ее На корабли Ее С подвижников В Советский Союз Их тут же Отправили На Колымо И Макатан Где они Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот дорогой господин Вы плохо Знаете Историю Очень плохо Эмма Голдман Анархистка Правильная Иммигрантка Из царской России Она была отправлена в Москву в 1918 или 1919 году, или в 1920, не позднее, потому что она считала, что установившаяся большинками власть прекрасная. Она побывала в Москве, не только в Москве, в Советской России. Потом она уехала из Советской России, уехала из Советской России, но ее уже больше в Соединенные Штаты не впускали. Это факт. Это я могу... Бэми Голдман и ее любовники, которая сидела в тюрьме, тоже анархист, потому что он покушался, участвовал в покушении, сидел в тюрьме в американской, тоже евреи из Царской России. Я могу о них рассказывать часами. Вы только не придумывайте того, чего не было. Спасибо большое за звонок. Следующий, пожалуйста. Ну, пока звонков нет, поэтому, если есть материал, с удовольствием послушаем. Если нет, у меня к вам есть вопрос. Пожалуйста, я с удовольствием. Ну, вы же понимаете, я не могу обойти вниманием дебаты вчерашние. Вы же это сами прекрасно понимаете. Поэтому меня очень интересует, так я всегда прислушиваюсь и уважаю ваше мнение. Хотелось бы услышать ваш анализ по этому поводу. Спасибо. Толя, я боюсь огорчить вас и радиослушателей. Я не смотрел дебаты вчера и не буду смотреть сегодня. Я объясняю. Во-первых, если бы я был корреспондентом новостийных программ, я был бы просто-напросто обязан, потому что это новости, я был бы обязан рассказывать о новостях. Теперь. Во-первых, я не могу терять драгоценное время, отпущенное мне Господом Богом. Я прекрасно знал, что уже сегодня я услышу десятки комментариев, прочитаю и познакомлюсь с самым интересным, что было вчера. Так произошло. Более того, ни за одного из политиков, которые выступали вчера и которые будут выступать сегодня, я в ноябре следующего года голосовать не буду. Я знаю их всех. Ну, не всех, там есть люди, которых я впервые, так сказать, мог услышать. Губернатор штата Вашингтон, конгрессмен из Огайи. Я не знаю, кто это такие. Я главных знаю, главных претендентов. Они уже давным-давно раскрылись. Ничего нового из их уст я услышать вчера не мог. И если судить по тому, что я сегодня читал и слышал, я не услышал бы действительно. И тоже сегодня, тоже сегодня. Сегодня единственное, что интересно. Джо Байден, как его называет? Называет Трамп. Скучный Байден, да? Да. Сонный Байден. Он будет сегодня стоять промеж двух афроамериканцев. Сенатора Букера из Нью-Джерси. Это самый большой негодяй среди всех, так сказать, на мой взгляд. Поверьте мне, я в прошлом житель Нью-Джерси, я знаю, что он себя представлял, когда он был мэром города Нью-Йорка. А со второй стороны будет стоять Камила Харрис, которую называют афроамериканкой, называют совершенно неправильно. Потому что папа ее родом, папа, причем папа, научный работник, профессор, родом снимайки. А мама, научный работник, родом из Индии. Поэтому она, ну, никак не может считать себя афроамериканкой, кем угодно. Так вот, как они будут сегодня общаться с Байденом, это достаточно известно. Но когда это будет, Толя, это начинается в 8 часов вечера. В 8 часов вечера я буду смотреть, янки играют сегодня с Аризоны в бейсбол. Я не собираюсь тратить свое время на эти дебаты. Не хочу. Счастливый вы человек. Тогда давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Добрый день, Алексей. Совершенно потрясающая передача, вы знаете, мы много слыхали про это, знали, но про бейсбол, это интересный просто твист во всей этой истории. Я сам рожденный во Львове, и я когда работал в проектном институте, после окончания института, у меня начальника был чей такой коммунист, поляк, который прожил всю войну, сидел в Освенции и так далее. И он мне рассказал, что в 2009 году, когда советские войска вошли во Львов, их встречали хлебом и солью, была большая коммунистическая партия Западной Украины. В основном это была интеллигенция, врачи, профессора и так далее. И он мне рассказывал, человек говорит, в 1940 году 90% этих коммунистов было расстреляно, потому что ихнее видение, идеалистическое советского общества и советского строя было совершенно другим. 90% ровно через год было расстреляно. Это так-то добавление ко всему этого, те, кто идеализировал и до сих пор, к сожалению, идеализирует социалистическую коммунистическую систему. Алексей, еще раз, огромное вам спасибо за передачу. Спасибо, Элок, спасибо большое. Эта передача была об американцах, но приехали строить социализм в Советский Союз, приехали немцы, приехали поляки, приехали итальянцы, приехали французы, приехали канадцы, со всего мира приехали. Их всех ждала та же самая судьба, что и американцы. Что же касается поляков, в этом году, дамы и господа, мы будем отмечать годовщину, сентябрь 1939 год, правильно? Нападение на Польшу, с одной стороны, нацистская Германия, с другой стороны, Сталинский Советский Союз. Значит, в течение поляки, независимо от национальности, польские граждане, арестованные в Советском Союзе, были отправлены 90% в концлагеря. Потом, когда образовалась армия Людова во время войны, и временное правительство Польши обосновалось в Лондоне, то многих из арестованных и сосланы в концлагеря, тех, кто еще остался жив, они были выпущены и составили польскую армию. Это было. Но мы прекрасно знаем, что произошло в Катыни. Польские офицеры, несколько тысяч человек, были расстреляны неподалеку от Смоленска в Катынских лесах. После того, как их захватили в плен. С двух сторон напали на Польшу. Гитлер, с одной стороны, Сталин, с другой. В Советском Союзе любят и в России. Великая Отечественная война. Прекрасно. Великая Отечественная война началась, когда один бандит напал на второго. Причем второй бандит, Сталин, также готовился к этой войне. Просто один бандит опередил второго. Но война-то началась в сентябре 1939 года, а не 22 ноября 1941 года. Вот об этом мы будем говорить через несколько месяцев. А пока у нас есть следующее радиослушательное линии. Спасибо, что подождали. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Все, что я знаю, все, что я читала, абсолютно совпадает с тем, что вы рассказали. А вот какой можно сделать вывод, собственно говоря. Социализм всегда ведет к одному и тому же самому. Это естественно. Поэтому то, что вот сейчас социалисты из Демократической партии, а вернее всего вся Демократическая партия, то, что собирается делать, то надо вспомнить вот о том, что вы сейчас рассказывали. Будет все то же самое. И так же, как это Голдман, которая, значит, была такая пламенная большевичка. Она не была большевицкой, она была анархистикой. Она хотела потом вернуться сюда, и ее не пустили. Все то же самое будет с теми, которые голосуют за Демократическую партию. К сожалению, мы будем толстить с ногами горькими, так сказать, умываться. Если не дай бог, они придут к власти. Не дай бог. Не дай бог, да. Спасибо большое, Мария. Итак, еще один вопрос. Оля, а у вас какие впечатления? Ну, я вам скажу, я, в отличие от вас, мне настолько не посчастливилось, мне нужно было посидеть, посмотреть. Но вы знаете, что для меня проявилось абсолютно четко? Это действительно, они разделились сейчас на два лагеря, и это уже будет, я так думаю, аж до самых праймерис. Они не объединятся. Это будут чисто левые радикалы в виде вот Сэндерс, Уоррен и Буличич, а сегодня это будет Хэрис Букер и... кто там у них еще... Байден? Ну, нет, Байден, он больше пойдет. Оля, разрешите с вами не согласиться. Пожалуйста. Значит, все остальные, все остальные, они, если будут участвовать в праймерис, они сойдут с дистанции раньше, как уже сошел один калифорнийский господин со странной фамилией. Свалуэл, да. Значит, можно назвать вот 7-8 человек, которые будут участвовать серьезно в праймерис. Это трое, которые были вчера, правильно? Да. Мэр Питт, это Покоханнес и Крэйзи Берни, это трое. И остальные, которые вчера были, забудьте о них. О них нужно просто-напросто забыть. И из сегодняшних людей это будет спящий Джо, это будет и будет Хэрис. А Букере тоже забудьте, все. Букере его поддерживает 2% населения. То есть есть на сегодняшний день 5 человек, и в том числе и Джо Байден, которого называют Джо Байден-центрист, он умеренный. Джо Байден-центрист, достаточно вспомнить. Его 30-40-летнее депутатство в Сенате и 8 лет с мистером Бараком Обамой, чтобы говорить, что он центрист. Эти 5 рыл будут соревноваться за голоса левых избирателей, левых. У остальных, которые им вчера противоречили, которые будут противоречить, у них шансов нет, потому что в праймерис и в кокусах участвуют идеологизированные левые. Ну, как, впрочем, в республиканских праймерис и кокусах участвуют идеализированные правые. Поэтому шанс стать кандидатом в президенты у демократов может быть только левый. Толя, и еще одно замечание. Значит, 2 или 3 недели назад, а может быть 2 или 3 месяца назад, позвонил радиослушателям и спросил мое мнение о Мишеле Обаме. И я категорически отмел Мишеле Обаму, сказав, что она для чего богатой тетке, миллионерша, заниматься президентскими делами, туда-сюда. Значит, сегодня появилось суждение, которое нужно, так сказать, принять к сведению, что когда... Интересно, Обама до сих пор никого не поддержал официально, даже Джо Байдена, они никого пока не поддерживают, потому что они ждут, как будут разворачиваться события. И если опросы, внутренние опросы, которые будет проводить Обама для своей жены, покажут, что Мишель Обама среди демократов популярнее всех, кто уже вышел на старт, то совершенно не исключено, что незадолго до начала праймерис и кокусов она включится в гонку. Это мы должны иметь в виду. Да, я в этом абсолютно с вами согласен. Мы должны это иметь в виду. Но, опять же, нужно немножко анализировать ситуацию того, что если Мишель Обама начинает баллотироваться, значит, мы получаем Обаму на третий срок, я имею в виду Барака Обаму, то тут станет действительно вопрос... На третий и четвертый. На третий и четвертый. И тут станет вопрос, сможет ли, ну, будем говорить так, основная масса живущих в Америке пережить третий и четвертый срок, пережив первый и второй. Вот это будет вопрос. Я скажу, значит, мое мнение. Мне гораздо интереснее было бы видеть поединок Дональда Трампа с Мишель Обамой, чем с любым из этих, кто был вчера и будет сегодня. Потому что это никто. А она, ну, такая интересная тетка. Ну, да. С точки зрения. Кстати, ее мемуары, бестселлер, лист, Нью-Йорк Таймс, бук, ревью, по-моему, уже полгода находится. Ну, конечно. Мультимиллионерша. Это будет интересно. Я думаю, что если будет такой поединок, то Мишель Обама разделит судьбу супруги другого президента. Абсолютно. О, видите, вот вы буквально сняли у меня это с языка. То есть... Но зато это интересно, что ли? Да, это интересно. Но вы, во-первых, вы назвали поединком возможность, допустим, вот если убрать Мишель Обаму, то вы назвали поединком между Трампом и тем, кто сегодня может баллотироваться. Конечно же, это будет не поединок, это будет просто избиение младенца. А вот если будет Мишель Обама, ну, вот тут будет интересно абсолютно. Почему? Потому что наконец-то Трамп, как говорится, снимет перчатки и начнется бой без правил. И вот это будет действительно интересно. И ей Обама не поможет. И не поможет уже ситуация черная женщина, потому что тут, простите, господа, тут уже идет борьба за выживание. Поэтому это, конечно, будет кровавый спорт. Есть такое понятие блатспорт. Вот это как раз то, что и будет. Так что у нас есть звонок, давайте ответим. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Алексей, быстрый вопрос. Какую кличку вы придумаете, Мишель Обам? Пока без клички она не может баллотироваться. Что придумать? Надо что-то придумать. Или вы только пародируете президента Трампа с кличками? Как это его... Во-первых, Трамп просто молодец по придумыванию кличек. Просто молодец. Помните, какие клички были спящий Джефф, когда это был Джефф Буш. Он просто... Я не могу даже с ним соревноваться. И то, что он придумает, я тут же возьму на вооружение. Я не буду даже вступать с ним в конкурс. Кто лучше придумает? То, что он придумает лучше. Я уже не говорю о том, что на него работает хорошая бригада, наверное, так сказать, мастеров по придумыванию всяких прозвищ, а на меня никто не работает, поэтому мне просто трудно с ним тягаться. Да. Ну, будет интересно, потому что пока что ее называют как? Мишал Мабел Обама. Ну, а там будет интересно посмотреть. Мадел. Да, Мадел. Это то. Алексей, дорогой, у вас есть буквально полторы минутки для вашего заключительного слова, поэтому прошу вас. Дамы и господа, значит, через неделю я расскажу о 75-й годовщине в этом году исполнилось, 75-й, которая не отмечалась. Это очень интересная годовщина. Это годовщина, когда съезд демократической партии в славном городе Чикаго в 44-м году заменил вице-президента Олиса вице-президентом, кандидатом вице-президента Гарри Трумэном. Если бы этого не произошло, дамы и господа, наша страна и весь мир нас ожидала катастрофа. Об этом мы будем говорить ровно через неделю. Ну, на этом мы тогда обязательно скажем вам будьте здоровы, с нетерпением будем ждать вашего рассказа на следующей неделе. И я думаю, что к этому времени ну и уже подойдет время анализа окончательных, вернее не окончательных, а вот этих дебатов вчерашних и сегодняшних. Может быть действительно... Без меня, без меня, без меня. Лешенька, без вас не обойдется вы это знаете, понимаете, поэтому абсолютно невозможно. Поэтому готовьтесь, будем спорить. Спасибо вам огромное, будьте здоровы и услышимся в следующий раз. Всего хорошего, дамы и господа, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok